Давайте подключать к нашей беседине Наталью Попову. С ней будем обсуждать события, которые произошли в Харькове. Ночью, к сожалению, был очередной обстрел. Напомню нашей аудитории, что Наталья Попова является советником главы Харьковского областного совета. Рада ее приветствовать в эфире. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Начнем с важного сообщения. Враг очередной раз нанес удары по Харьковщине из района Белгорода. Предварительно ЗРКС-300 участвовал в этом обстреле. Расскажите, пожалуйста, о разрушениях, то, что можно рассказать, и о пострадавших тоже. Дайте, пожалуйста, информацию. Вчера сразу после 9 утра, примерно в 9.15 по Харькову были нанесены два ракетных удара из комплекса С-300 из Белгородской области. Удар был нанесен по гражданскому предприятию в Холодногорском районе, в одном из центральных районов города Харькова. Но, к счастью, обошлось без пострадавших. Также враг обстреливал Купинский район. Что об этом известно? Какие применял средства, если пострадавшие там? К сожалению, вчерашний день был достаточно тяжелым для Харьковской области. Было три волны обстрела Купинского района. Был обстрелян сам Купинск. Один мужчина получил ранение. После были обстреляны два села, приблизительно в 11 часов дня, в 11.20. И там пострадало еще 4 человека. Один из них погиб, и три получили ранение. Итого, после обстрелов Купинского района, только за вчерашний день, 4 человека доставлены в больницу с ранениями, и одна женщина погибла. Помимо всего прочего, обстреливались в целом 5 районов Харьковской области. Также враг пытался пойти в восточнее села Петропавловка, в Купинском районе, в наступление. Но, как и всегда, благодаря нашим силам ВСУ, враг был отбит. Наталья, расскажите, пожалуйста, подробнее об этом направлении, с того, что можно рассказать. Потому что очень много нам зрителей пишут, спрашивают. Пока наши защитники занимаются обороной и возвращением территории на юге и на востоке, враг не оставляет попыток, я так понимаю, продвинуться вглубь Луганской области. Расскажите, пожалуйста, что можно озвучивать публично. Но об этом говорит и ВЦА, и Министерство обороны. Это не секрет, что наш враг не оставляет продвинуться на этом направлении. Но, к счастью, за время, достаточно много месяцев уже прошло после деоккупации, линии обороны, линии нашей границы не были укреплены. И поэтому, невзирая на попытки пробить линию обороны и в районе Петропавловки, и восточнее, у них нет никаких шансов. У нас есть дополнительные силы, которые на данный момент это все держат, и поэтому, в принципе, на данный момент переживать необходимости нет. Часто задают вопрос о том, будет ли задействована на данный момент, например, принудительная эвакуация из тех районов, с районов, которые были самые обстреливаемые. Еще, если мне память не изменяет, в апреле мы эвакуировали из четырех громад деток. Остальные районы, если люди желают, они сейчас выезжают, в принципе, эвакуация может продолжаться в любой день, и волонтеры работают, и по заявкам могут вывозить. Но на данный момент необходимости в принудительной эвакуации, либо в объявлении эвакуации нет. Объекты, которые обстреливает враг, ну, самые разные, и вот на днях попал по центру переливания крови, это настоящее военное преступление. Что об этом можете рассказать, какая помощь сейчас оказывается пострадавшим? Ну, к сожалению, там были пару человек и погибшие, но что касается пострадавших, очень оперативно сработала скорая медицинская помощь. Пострадавшие доставлены были в больницу, и им оказывается медицинская помощь. Это достаточно тяжело, когда удары по таким объектам, как центр переливания крови, о чем ранее писал президент. Но, к сожалению, для нашего региона с тем количеством разрушенных, и в особенности после того, как произошла доокупация, сколько всего мы обнаружили, и медицинских объектов, поликлиник, больниц, мы понимаем, что враг не имеет совести, ценностей, и для него главное – людские жертвы. То же самое, что было вчера в Купенском районе. Были разрушены частные дома, стреляли по каким-то сельским предприятиям. То есть никаких военных объектов и результат. Это раненые гражданские, и одна женщина, которая погибла, тоже гражданская. Это все, что нужно знать о нашем противнике. Наталья, недавно Олег Сенегубов, глава Харьковской области, рассказал о том, какие разрушения были, к сожалению, в этом регионе. И несколько цифр сейчас хочу озвучить в эфире. Значит, 5000 многоэтажки. Вообще, давайте так, всего 30 тысяч объектов было разрушено. 5000 многоэтажки, 7,5 – это частный жилищный фонд. 300 учебных заведений, то есть школ, детские садики, около сотни, около ста учреждений здравоохранения. Речь сейчас даже и не идет об административных объектах, объектах культуры. Расскажите, пожалуйста, понятно, что очень тяжело восстановить то, что находится близко к линии фронта, линии боевых соприкосновений. Скажите, какие главные объекты восстанавливаются? Или вот дети, которые, вижу, что около ста, 300 учебных заведений фактически прекратили свое существование, так понимаю, временно. Что было восстановлено или что удалось восстановить? Расскажите. Ну, на данный момент уже в рамках программы восстановления начались первые выплаты, после того, как местные жители подали заявки. А если говорить о том, что делает регион, то более ста многоэтажных зданий, но в большей своей мере, это, понятное дело, Северная Салфука, которую уже знает вся Украина, они были восстановлены. То есть здания после попадания оградов, после возгораний, после того, как дома были выжжены, где-то пробиты от выстрелов, в разных видах вооружения, они уже восстанавливаются, ставятся окна, делается предварительный ремонт для того, чтобы люди могли возвращаться в Харьков и жить. Спасибо вам, Наталья, что нашли время для этого включения. Наталья Попова, советник главы Харьковского областного совета, была в нашем эфире.